Письма и телеграммы жителям области будут доставлять быстрее. В помощь сельским почтальонам новый транспорт. В четверг автопарк пополнили 18 автомобилей. Татьяна Шанина продолжит. Водитель Юрий Анинков работает на Абаянском почтанте больше 20 лет. За это время сменил не одну машину. Да и, конечно, намного лучше стало. Транспорт постоянно обновляется. С запчастями очень хорошо сейчас. Что не закажет, сразу присылаю. Дороги, конечно, хорошие сейчас стали. Власть тоже работает. Юрий новому железному камеру радуется, как ребенок. Удобно его. Слово нет. Сделать работу почтовиков более оперативной, а жизнь селян комфортнее. На это направлено сотрудничество областных властей с Почтой России. Почта – это своего рода такой кровеносный сосуд, который соединяет структуры власти с народом и центральные наши ведомства различные тоже с районами, с отдаленными населенными пунктами. Вручение вот такого количества автомобилей сегодня – это будет означать улучшение качества работы тех, кто сегодня работает с нашим населением непосредственно, да еще в отдаленных местах. 18 «Газели» отправятся в районы области, чтобы развозить письма, посылки, товары первой необходимости. Новые автомобили особенно важны для почтовиков, работающих в сельской местности. Именно там находится большая часть отделений, да и расстояние приходится преодолевать немаленькие. Транспорт, конечно, очень важное это мероприятие. Вот, допустим, для нашего района у нас порядка 18 тысяч подписчиков и своевременно доставлять почту в более ранние сроки – это, конечно, всем приятно. Почтовое отделение области реконструируется, модернизируется, преображается. В рамках соглашения с администрацией области почтовикам безвозмездно передано 120 помещений. Сегодня по оперативности и количеству предоставляемых услуг, по удобству обслуживания населения, сельские отделения ничем не отличаются от городских.